Сегодня как раз многие спикеры вот вспоминали о том, сколько они на проме. Я в проме не работаю, но с промом я уже 9 лет. 2011 года наше дилерское агентство. И с прошлого года мы проводим для вас встречи продавцов в Харькове. Сегодня вообще такой знаковый день, потому что все началось с идеи ровно год назад. Год назад, 7 февраля 2019 года, была точно такая же конференция, где озвучили идею о том, что было бы здорово собираться в Харькове, собираться продавцами на какие-то интересные темы. Мы как дилеры подхватили эту идею. С помощью промо тогда всем сделали рассылку о том, что интересны ли в принципе такие встречи, какие темы интересны. Собрали эти темы, добавили все в чаты, в Телеграме. И это сообщество у нас, когда родился клуб ЕЦУ, или Commerce Club of Ukraine, задача которого как раз помочь собраться, помочь обменяться опытом, получить новые знания, так чтобы стать чуточку успешнее, чуточку эффективнее. Формат, который мы для себя так тогда видели, это проводить встречи каждый месяц, семинары с приглашением разных спикеров и продавцов от промо, которые как раз будут рассказывать о том, что получилось, что не получилось. И первую встречу мы провели 27 февраля. Это была тема, посвященная серым системам. Как раз по поводу знаковости этого дня. У нас сегодня будет дальше в программе спикер, который у нас был на самой первой встрече. Это представитель Q-систем. Мы тогда пригласили четырех экспертов. Немножко фотографий с того дня. Тогда поняли, что четыре спикера на два часа, наверное, это много. Судя по комментариям, что не успевали всю информацию раскрыть. И дальше мы немножко поменяли формат. То есть также мы встречались, делали встречи на два часа, но уже было там один-два основных спикера и приглашали еще кого-то из предпринимателей, которые по теме рассказали бы о своем опыте. В принципе, что у нас вообще получилось за 2019 год, если подвести итоги? Мы всего провели с вами 10 встреч. Некоторые встречи мы делали два раза в месяц, некоторые месяца мы пропускали. Суммарно, вот смотрите, посетило больше 500 участников. Я даже не думала, когда готовили презентацию, о том, что нас уже больше 500 человек пришло на эти встречи. Это здорово. И, по-моему, Харьков, мы такие единственные, кто собирается вот так за тот год. Поэтому я думаю, ну, стоит так похвалить нас с вами за это, что мы это продолжили, что вы такие активные, вы посещаете встречи, вы хотите получать новые знания и делиться ими. Всего у нас было 17 спикеров. Это и доклады, и вебинары. Вначале мы пробовали тему вебинаров к темам, но потом мы оказались от этой идеи, потому что не для всех тем вебинары подходили. Проще было это вживое все проговорить. Время не совпадало, когда могли послушать предпринимателей, закончить все свои дела. Там в 9-10 часов вечера были пожелания, спикеры не могли это проводить. И мы оставили только живые встречи. Из 17 спикеров докладов у нас было 8 кейсов продавцов. Это были очень крутые такие доклады, которые многие вспоминают и говорят, что это было самое интересное, самое вкусное. Вот как проходили наши встречи. Немножко таких моментов с разных тем. Видно, что много людей активно задают вопросы и так далее. Также у нас последние две встречи, которые мы проводили, такие были для нас удивительные, потому что мы проводили их в два раза. Все помнят, что конец сентября, начало октября в Украине предприниматели столкнулись с законом о расчетных операциях. И на несколько дней интернет, какие-то чаты, новостные ленты были в этих обсуждениях. И вот часть предпринимателей была в таком состоянии, как этот код, не понимая о том вообще, что происходит, что будет дальше. И вы нас не просили об этих встречах, мы сами решили их провести. Почему? Потому что в какой-то момент я услышала, что наши аккаунт-менеджеры в разговоре с вами с клиентами. Фразы RRO стали звучать, ну налоги стали звучать чаще, чем просейл, выдача, СКК, отзывы. И это как-то было странно, потому что настолько, видно, была такая живая тема, и непонятно, что было дальше. Мы тогда пригласили экспертов, к счастью, нашли хороших специалистов, которые провели такие встречи и рассказали о том вообще, чего ожидать, немножко подуспокоили. Это были как раз последние встречи в 2019 году. Потом у нас была такая немножко творческая пауза, чтобы вообще понять, что получилось, к чему мы движемся дальше, какие форматы мы вообще хотим в следующий год реализовать. Очень классно, что после встречи вы нам давали подсказки о том, как сделать их эффективнее, как что улучшить, коммуникации и так далее. После самой первой встречи мы получили вот такую рекомендацию, что будет классно помогать, знакомиться друг с другом, чтобы каждый понимал, кто есть кто. Великое спасибо за эту подсказку, потому что уже чуть позже ко мне подошел один из наших участников и сказал, что благодаря вот этим бейджикам нашли себя партнера. На кофебрейке встретились, прочитали, кто есть кто, и оказалось, что вот такая партнерская, замечательная, получила связь. Что самое вкусное, как я говорила, во всех наших форматах, это были кейсы продавцов, когда вы рассказывали о том, как продавать на проме, с чего начинали, как продавать на других площадках, как привлекать клиентов из социальных сетей, что важно, что работает, что не работает, как настраивать товарную рекламу своими руками, как там Алексей проходил круги ада модерации, чтобы наконец-то ее пройти, у него все завершилось победой. Разбирали разный бизнес-процесс, удаленные сотрудники и так далее. Это мы уже работали в таких, в основном, небольших группах, и мы поняли, что это тот формат, который является, наверное, для вас, ну, правда, самым таким эффективным и самым удобным. Так? Правы? Сейчас продолжим. И спасибо большое за обратную связь, несколько таких скринов о том, что это все было не зря, это было полезно, и что будет дальше, как мы видим 20-й год. Если в том году, скажем таки, это были форматы больше таких больших семинаров, когда мы собирали вас, там, 50-100 человек, то на 20-й год мы видим, что это должно быть 20% теории, все остальное – практика. То есть такие встречи, где вы сразу в это же время что-то сможете прорабатывать, потому что что получается после таких семинаров больших? То, что мы слышали от вас. Все хорошо, все классно, а что дальше? Дайте нам пошаговую инструкцию для чайников, с чего нам начать, дайте нам кого-нибудь, чтобы мы могли это сделать. А получается, что применимость, она была не очень высокая, и сейчас мы хотим это исправить. То есть тот формат, который мы видим на сейчас, это формат воркшопов. То есть небольшие группы, 10, максимум 20 человек, с преподавателями, экспертами и продавцами успешными, которые будут проводить эти обучающие занятия, делиться опытом, рассказывать, как у них это классно получилось и так далее. Такие вот большие семинары информационные, мы планируем их оставить, но по запросу, то есть когда есть какая-то необходимая, что-то осветить, как в РРО, ответить на вопросы и так дальше. Но в основном это мини-группа. И сейчас мы уже готовим в новом формате такой курс. Это будет курс для новичков, но в принципе тех, кто хочет разобраться в настройках аналитики. Мы готовим его с Антоном Штефаном. Антон в том году неоднократно был у нас в качестве спикера и как представителя, как продавца, который рассказывал в своем опыте, несколько занятий. Но пока не готова еще сказать конкретно, когда это будет, но думаю, что в феврале мы уже его запустим, потому что уже примерно есть программа и так далее. И теперь такая самая, наверное, важная часть. Я хочу сейчас обратиться вот ко всему залу. Тут сколько человек? Не знаю, 300, наверное, да? Ну, зал 400 человек. Харьков, и может не только Харьков. Здесь я знаю, я уверена, я знаю, что есть эксперты, есть те продавцы, у которых что-то уже получилось лучше, чем у других. И вы могли бы этот опыт передать. Вот сегодня показывали слайды, где было видно, какая доля у нас и коммерца в Украине по отношению к другим странам. Если у нас будет чуть больше успешных продавцов, у которых что-то получается лучше, то больше будет покупателей, которые будут приходить. И тем быстрее мы вот эту дольку 7% поднимем ее там чуть-чуть выше. Поэтому к нам приглашаем вас к участию. Здесь есть в Телеграме ссылка на чат. Вы можете подойти ко мне, вы можете подойти к Лене, которые отвечают за оффлайн-обучение, сказать, что вот мы бы хотели, мы бы могли стать таким преподавателем на курсе, на каком-то из курсов, и чем-то поделиться с коллегами. Лена, я думаю, просто ты сейчас немножко напугала. Да? Ну да. Ну преподавателям мало кто готов стать, да? Ну это так. Но имеется в виду просто прийти, открыть конкретные сайты тех людей, которые к вам пришли, чтобы вы своим взглядом, со стороны, незамыленным, подсказали, что может быть не так, что можно улучшить. Это полегче задача? Кто-то сказал да. Ура. Ну да, может быть, это громко сказано, но в какой-то степени все равно есть такой момент преподавания, потому что человек делится тем, что у него уже получилось, он дает рекомендации и так далее. А для тех, кто боится, что на публичных выступлений, то сразу это будет не такой зал, это будет комфортно, это 10-20 человек, где будут все свои, и будет довольно-таки интересно. Тут также есть контакты, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, и очень ждем на встречах, и очень ждем тех продавцов, которые вместе с нами помогали развивать e-commerce. Спасибо большое. Спасибо, Елене. Может быть, у вас есть вопросы вдруг именно в этом зале, или вы уже раньше все Лене задали? Нет. А скажите, пожалуйста, а кто бывал на встречах? Тут даже совсем немножко людей, да? Поэтому скажите, пожалуйста, а кто хочет прийти на встречи по 10-15 человек? А, уже больше. Лена, есть смысл заниматься? Ну, мы это проводим, мы лично в Харькове, не только в Харькове, я думаю, это вот, когда будут семинары в других городах, то тоже приглашать активистов, которые будут такие встречи проводить. Ну, смотрите, мы пытались запустить эту инициативу абсолютно в каждом областном центре. Она запустилась только в двух городах. Масштабно, здорово, регулярно это вот Харьков. Вы можете себе похлопать. Молодцы. Поэтому вот, ну, реально, самый активный город это Харьков, у нас на проме это 100%. И второй город, ну, угадайте. Львов. Львов. Не, понятно, с киевлянами мы вообще там уже живем, господи, чуть ли не ночуем, мы с киевлянами часто собираемся. Это давно, это усилие даже не надо было прикладывать. Вопрос был вот об областных центрах, там, где мы своими усилиями не можем, да, собрать людей. Вот, то вот зажил Львов, но они собираются маленькими группами, все время себе там в этих, в каворкингах. И вот вы Харьков. Вот. Если вы готовы организовать в другом городе, подойдите ко мне. Запустим. Тут, я знаю, есть, приехали из других городов, тоже там Глеб, Юлия, поэтому, ну, мы можем с вами там скопироваться, вы тоже к нам можете приезжать в Харьков, если такие встречи интересны, то, я думаю, опыт вам уже будет очень интересным, но очень многим.